Одна из главных опасностей онкологии – незнание, что опухоль появилась и растет в организме. Илья Тимановская рассказывает, что только чудо помогло ей обратить внимание на бессимптомную болезнь и обратиться к врачам. Оказалось, что у женщины трижды негативный рак молочной железы третьей стадии. Сейчас я четко уверена и знаю, и я уже это на себе даже ощутила, что на все есть. Воле Божья, на все. Многие рак, многие типы рака протекают бессимптомно. Я узнала об этом, это тоже чудеса, ну это по-другому нельзя назвать. У меня ничего не болело, я работала, я вела активный образ жизни, то есть я занималась делами. Я абсолютно не подозревала, у меня не было никаких симптомов, у меня ничего не болело. И ночью мне приснился сон. Среди ночи, это было три часа ночи. Я отчетливо почувствовала, как кто-то встал надо мной и сказал мне, у тебя опухоль на правой груди. После операции было 13 циклов химиотерапии под детокселом, две капельницы пиробуцина и 18 сеансов лучевой терапии. Однако во время планового осмотра несколько месяцев назад врачи заметили поражение костей. Стандартная химиотерапия, к сожалению, сейчас мне не поможет, ну она мне не помогает. То есть уже был протокол, по которому я лечилась, и мне это не помогло. Единственный выход в моей ситуации, в данном, конкретно в моем случае, это только иммунотерапия. А иммунотерапия, все препараты иммунотерапии, они безумно дорогие. Они очень дорогие, не только у нас, они дорогие везде, в любой стране. Но для меня это единственный шанс сейчас. Это препарат Китруда, их нужно минимум хотя бы пять капельниц, а то и больше. Сейчас женщине срочно нужна иммунотерапия. Для этого надо сделать пять уколов общей стоимостью 750 тысяч гривен. Лекарства есть в Нидерландах. На первый укол благодаря семье и друзьям деньги удалось собрать. Но помочь может только весь комплекс. Интервал между уколами должен составлять два месяца. 128 тысяч – это стоимость одной капельницы. Это выписка нашего лечащего врача от 2.04, где он рекомендует препарат Китруда для проведения дальнейшей иммунотерапии и химиотерапии. Учитывая стадию и сложность диагноза, женщина не подходит ни под одну из госпрограмм поддержки. Благотворительные фонды помогают только детям. К сожалению, в нашей стране онкобольные предоставлены сами себе. Только за два месяца рак забрал жизни больше 13 тысяч украинцев. Для сравнения от COVID-19 с начала карантина чуть более 700 жертв. Да, родные, да, близкие, да, друзья, родители, мужья, дети. Они будут поддерживать в любом случае. Но поддержка государства, поддержка муниципального совета. Хорошо, я еще хожу, могу. Мы сегодня поехали, хотели к китайской написать заявление для получения муниципальной помощи. На улице человек 150. Вот такое вот. Мне с моим состоянием просто не выстоять и не высидеть там. Лилия родом с юга Одесской области, из Болградского района. Родные поддерживают ее как могут. Близкие друзья достаточно серьезно помогают и морально, и, к сожалению, так случилось, что и материально приходится, потому что препарат стоит колоссальных денег для среднестатистической семьи. Такая сумма просто неподъемная. И, конечно, мы сплотились возле, скажем так, Лилии и пытаемся помочь любыми методами. И используя любой шанс для того, чтобы побороть эту болезнь. Женщина продолжает бороться, молиться и не опускает руки. Когда выздоровеет, обещает посвятить свою жизнь общественным программам по спасению людей в похожих жизненных обстоятельствах. До последнего. Надо верить, надо бороться. Пробовать, искать, просить, ходить, обвивать пороги. Все равно надо что-то делать. Нельзя останавливаться, потому что остановка – это смерть. Помочь спасти Лилию может каждый неравнодушный. Реквизиты вы видите на ваших экранах. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Нищерет, телеканал «Репортер».